Друзья, всем привет! Пару дней назад к нам поступила коляска RANDVEGA. Это новинка. Впервые засветилась в декабре прошлого года. Но реально попала в магазины в январе 2019. Это расцветка браун линии. Пару дней я смотрел на коляску. Вообще, стоит ли ее завозить. Какие возможны поломки. И что вообще людям рассказывать по этой коляске. Попробую вам рассказать поподробнее. Что мне понравилось, что нет. Я специально вытащил еще одну коляску на улицу. Это коляска INDIGO MERRY по типу YO-YO. Которая легко складывается. Имеет вес чуть больше 5 кг. То есть сравните размеры. По высоте RANDVEGA метр и 6 сантиметров в высоту. То есть это не низкая коляска. Высота это крайняя высокая точка капюшона. Ну и главное смотрите колеса. Передние колеса RANDVEGA 17 сантиметров. Задние 21. Сейчас я вам подкачу коляску. Чтобы вам было чем сравнить. То есть вот они колесики. Что еще по раме? На что можно обратить внимание? У коляски хорошая амортизация. Спереди в этой части пружинки установлены. В задней части шарнир, который имеет ход в сантиметр. То есть коляска с хорошей амортизацией. Передние колеса поворотные. Поворачивает на 360 градусов. С возможностью блокировки и возможностью съема. То есть вы можете колесо снять. Задние колеса тоже снимаются. Но разбираются в этом месте. С этим конечно посложнее будет. Но можно снять полностью всю заднюю вилку в сборе с колесом. Возможно будет полегче. Такая вот коляска. Вес коляски 8,5 килограмм. Как добились такого маленького веса? Все просто. Здесь алюминиевая рама. Рама достаточно легкая. При том, что объем объемный. То есть у нее имеет объемный вид. Много металла. При этом она еще и легкая. Очень большой капюшон. Хорошо опускается. В капюшоне есть молния. Установленная. То есть хотите, чтобы у вас капюшон опускался сильно вниз. Застегиваете молнию. И у вас коляска будет опускаться примерно на такой угол. В самом капюшоне есть смотровое окошко. Чтобы ему будет видно ребенка. Окошко на магнитике. Легко закрывается. У коляски имеется подстаканник. Смотрите. Дальше. По ручке. Ручка может наклоняться в четырех положениях. Будет полезно тем, у кого небольшие лифты еще старого образца. То есть вы заходите в лифт, поднимаете немножко ручку. У вас уменьшается размер коляски. Ну и вы заходитесь в коляске и едете в лифт спокойно. Высота. Не знаю, говорил я уже. 106 сантиметров. Это вот крайняя точка от пола. Высокая коляска. Ширина. Самое широкое место это задние колеса. Ширина 52 сантиметра у коляски. Размер спального места. Если сравнивать посадку, то получается, что от этой точки до этой точки 25 сантиметров. И ширина у нас 35 сантиметров. Ребенок в комбинезоне помещается. Высота, если мне не изменяет память, я не замерял 50 сантиметров. Чуть-чуть меньше. Есть вот такая сетка, то есть если вы заезжаете на бордюр, ребенок головой скатывается вниз и эта сетка держит ребенка, чтобы он не вывалился из-под капюшона сзади. Регулируется подножка по высоте. Бампер съемный. Есть вот такой тремешок дополнительный между ножек, чтобы ребенок у вас не вывалился вперед. Смотрите, что мне понравилось в этой коляске. Ну, во-первых, вид внешний. У коляски очень сильный вид. Вид прогулки. При том, что коляска стоит до 10 тысяч, вид прогулки как бы неплохой. Что еще понравилось коляске? Это удобное сложение. У вас два курка здесь, вы их нажимаете, и коляска пополам складывается. Либо можете нажимать на кнопочку вот здесь, тоже с двух сторон. вот видите, в руках вы повторяете и у вас вкладывается коляска. Еще, что в коляске понравилось, это механизм выпускания. То есть, у вас не ремешок, у вас полноценный механизм. Вот такое вот скройня. Три положения. То есть, почти лежачее положение есть, полусидячее, полулежачее и сидячее. Часто в прогулочных колясках угол сидячего положения людям не нравится. здесь 80 градусов наклон. То есть, не супер прям сидячий, ну и не полулежачий. Доступ к корзине к задней. Смотрите, вот в таком положении сантиметров 5 вы можете туда рукой залезть. Если вам нужно больше, вы отстегиваете кармашек и лезете его внутрь. Еще в комплекте есть чехол и ножки. Я в конце прикреплю, покажу фотографии. Что меня не очень сильно порадовало по этой коляске, это вот подножка. Во всех колясках Ранта в этом месте пришит целлофан сверху, но видимо Вега была обделена. И честно говоря, здесь белые полоски, почти все цвета в этом месте имеют либо шашки, либо полоски, и они все болят белого цвета, либо кремового, либо белого. Почему не пришли, непонятно. То есть, это будет частая стирка, не знаю мы наверное будем такую функцию клиентам предоставлять, это шивать сюда либо эко-кожу, либо целлофановый пакет полиэтиленовый. Смотрите, бампер с двух сторон снимается, то есть, если вам нужно, ребенок у вас не хочет садиться, либо вам нужно больше места, вы можете достигнуть бампер очень хорошо наклоняется, либо с той, либо с этой стороны. Сюда поместится сумка переноска и в принципе, если вы родились весной, можно откатать ребенка с рождения, если опять же у вас не разбитый гравий, а более-менее хорошая дорога. Что мне понравилось в этой казацке? Амортизация хорошая, колеса хорошие, вид внешний опять же повторюсь, хороший, хорошо складывается легко. Капюшон глубокий. Тут ткань получается у нас лен, вода влаговоотталкивающая, летом будет и так нагреваться. Капюшон сам по себе еще снимается вот в этих точках, чтобы можно постирать. Еще мне в этой коляске понравился вид, сложенный вид. Сейчас вам объясню, покажу, как оно в сложенном виде выглядит, расскажу почему это хорошо. Смотрите, коляска в сложенном виде, очень плоская, еще можно снять бампер в этом месте, будет еще лучше, но главное, смотрите, коляска стоит на задних колесах, упирается в ручку и при этом капюшон не пачкается. Почему это хорошо? Допустим, вы где-то в общественном транспорте, ждете общественный транспорт, сложили коляску и чтобы не держать ее на руках, вы ее поставили и держите на руках ребенка. Подъехал ваш автобус, вы схватились за какой-нибудь элемент и зашли в автобус, то есть вы уже готовы к погрузке, при этом вы коляску не держите на руках. Смотрите, так выглядит коляска с накидкой на ножки, небольшой кармашек для соски, сама накидка крепится на липучки и здесь на кнопочках вот такие, то есть ничего не продувается и как видите капюшон закрывается полностью до бампера. В общем такая вот коляска Grand Vega. Всем спасибо, всем пока. Редактор субтитров,